а вас тоже всегда удивляли люди которые обычно заранее знают что скоро пойдет дождь изменится атмосферное давление или температура воздуха об этом им говорят их же суставы действительно ли они могут реагировать на плохую погоду и как бороться с болью в суставах давайте разбираться артурс обычно возникает с возрастом и связан с износом хрящевой ткани сами по себе суставы не болят неприятные ощущения возникают в капсуле сустава которую из-за недостатка синавиальной жидкости стёршиеся хрящи защитить не могут ощущение усугубляется в плохую погоду с резкими перепадами атмосферного давления на которой реагируют мелкие сосуды и нервы на ваших экранах здоровый сустав а здесь мы можем видеть повреждения а поможет ли зарядка облегчить боль суставах здесь уместен девиз что не работает то погибает да действительно зарядка прекрасно помогает справиться и облегчить суставную боль я бы порекомендовала бы каждое утро посетить посвятить себе 10-15 минут на зарядку регулярность и правильность подобранных упражнений для суставов помогут устранить боль увеличить амплитуду движений и приостановить развитие заболеваний со стороны опорно-двигательного аппарата обычно такая проблема касается представителей элегантного возраста в случае когда боль в районе суставов испытывает молодой человек списывать ее на погоду не стоит лучше обратиться к врачу поскольку это может сигнализировать о наличии опасных заболеваний людям с артрозом следует обеспечить покой суставов и избегать нагрузок а еще суставы следует периодически охлаждать поскольку нагрев может только усилить проблему как же вообще бороться с болью в суставах борьба с болью в суставах подразумевает немедикаментозное и медикаментозное лечение к немедикаментозному лечению относят правильный образ жизни это отказ от курения так как вредные вещества табачного дыма пагубно воздействуют на все органы и ткани в том числе и на суставы также полный отказ от употребления алкоголя и увеличить физическую активность ходьба быстро кардионагрузки медикаментозное лечение в свою очередь подразумевает употребление нестероидных противовоспалительных средств и хондропротектор пациентам с различными формами артрита не рекомендуется пить газированные напитки кофе с добавками фруктовые соки и даже сладкий чай из-за большого количества переработанных сахаров составе также очень важно избегать употребление слишком большого количества насыщенных жиров вести здоровый образ жизни это лучшая формула здоровья с вами был дмитрий шевцов и до новых встреч на телеканале о н.т.